всем огромнейший привет давно я не появлялась в ю тубе вот решила вам небольшое видео записать что-нибудь вам рассказать я сейчас не могу появляться на улице так как у меня начался сезон аллергии вот может вы видите немножко такая пухшая вот и ну и насморк соответственно у меня аллергия на амброзию и как раз сейчас ее сезон цветения не только там сейчас много цветет и полынь и подорожник это все таки аллергические травы я не знаю конкретно на что на именно в этот период у меня очень жесткая аллергия не могу не выйти даже иногда не могу встать с кровати потому что у меня так все течет это с носа постоянно чихаю ну и все такое неприятное в этом году намного легче аллергия так как у нас там все побрили подстригли всю траву вот но все равно вид видимо откуда-то прилетает пыльца у нас еще поля вокруг все поэтому небольшая аллергия у меня присутствует но я естественно не могу выйти на улицу поснимать вам что-нибудь интересненько вот но за этот период особо ничего не произошло мы делаем сейчас закрывачку мама консервирует вот мы закрыли свои помидоры там немножко осталось у нас на грядках висят также закрываем икру из синеньких кстати кто хочет делать рецепты там вкусные мы делаем правдивый канал такой вообще мы его снимаем для себя для меня точнее чтоб я потом когда захочу вспомнила например там не рылась там где этот рецепт был или что-то еще открою свой youtube буду делать вкусные наши любимые блюда поэтому кто хочет готовить переходите туда подписывайтесь там ну реально будет очень интересный канал и все как мы делаем я стараюсь максимально точно записать без ничего практически не вырезаю может эти видео достаточно долгие но хотя я так не сказала что они долгие зато они качественно рассказаны поэтому переходите и вас обязательно получится готовить такую же вкусную еду как готовит моя мама вот ну так ничем не происходит работаю сижу дома вот недавно выходили на улицу мы там скуплялись еще помидоры докупляли на томатный сок мы свои помидоры закрываем в банке на томатный сок нам конечно помидор наших не хватило к сожалению и немедленно как-то спеют пока поспеют для тут уже и осень настала вот так как так что мы купили помидорчики там пошли еще 23 килограмма купили вот на томатный сок потихонечку запасаемся в зиму вот погода сейчас это солнечная 30 где-то 33 градуса очень жарко достаточно как на улице жарко так и жарко у нас дома вот убираюсь доме в общем так обычная обычная жизнь ничего не происходит вот постараюсь поснимать вам немножко видосиков вот но более активно начну я снимать уже я думаю с октября месяца 1 сентября также у меня такая небольшая новость я иду к зубному врачу я записалась я должна была на 23 августа пойти ну пойду 1 сентября тянуть некуда у меня зубом очень не очень хорошо надо бы делать я обращалась ник в несколько клиник и от меня как бы все открещивали сказали ну только вырывать зуб вот потом я позвонила этой девочке я ее нашла в инстаграм она очень хороший доктор и делает колоссальные там работы она выставляет работы свои которые она производит и там у одной девочки или там мальчика не знаю кого был очень похожий зуб вот но я решила позвонить вот пошла на консультацию она посмотрела ряда возможно как бы мы сможем спасти этот зуб будем бороться за него но там как получится то есть 1 сентября я пойду и план таков если она раскроет этот зуб и она мне сказала что скорее всего в моем зубе там оставили инструмент ну вот этот знаете которые вырывают корень то такая штучка скорее всего то поломался и остался это я не уверена это надо раскрывать и смотреть если он остался то придется такую же вырывать зуб в общем мой зуб был очень плохо полечен вот там начала выгнивать пломба изнутри он треснул в общем там все плохо короче вот и я иду его лечить я не знаю мне вариантов нет никто не берется хотят вырывать это девочка хотя бы согласилась ну как девочка доктор согласилась как бы мне помочь и спасти зуб также я у нее спрашивала не рука куту если не да бог у вас такой зубы говорю вы бы его наличили или все-таки лучше как бы вырвали она говорит ну конечно я бы его лечила его нужно оставлять поэтому будем бороться за этот зуб в дальнейшем естественно будет ставится коронка это стоит вся эта будет процедура очищение от пломбы зачистка там лечение все это будет стоить 10 11 тысяч как бы это предварительно так она мне сказала цену гривен разумеется и потом еще будет коронка тоже стоит по моему я сказала 10 тысяч коронка будет стоить вот ну дорога сейчас лечиться конечно но она даже уж вариантов никаких нет вот так новостей больше особо никаких нет я как пойду к врачу я постараюсь тоже заснять клиника хорошая это частная возможно из-за этого так дорого потому что это частная клиника вот и там тоже все есть и хирург и вот она не помню профессию как называется правильно в общем пойду лечить и поснимаю вам обязательно вот ну а так сегодня может тоже на днях поснимаю огородик вам покажу кто любит его смотреть обязательно смотрите посмотрите ребята какой у нас урожай вот столько у нас синеньких наверное месяц они висели зрели росли и вот так получилось это уже третья партия или вторая вторая это партия вот с первой партии мы сделали икру я вам потом покажу в общем покажу сколько мы закрыли из своего урожая и вот столько помидорчиков сегодня собрали они есть тут и такие зелено видеть еще недоспелые розовые такие вот есть но ничего мы из этого сделаем томатный сок и будет все шикарно ну и вот мы вчера тут тоже скупились то тоже синенькие помидорчики и сегодня мама будет закрывать может поснимаю вам как это все происходит посмотрим ну разве это не чудо посмотрите как он на мне спит ноги раскидал сегодня мамулечка делает опять закрывать у начинаю называется она десятка рецептик будет у нее на канале так что переходите смотрите и пытайтесь тоже приготовить эту вкусняшку сегодня я также сорвала вот такой вот арбузик смотрите в ладошку это самый первый который завязался я его чего сорвала потому что он лежал на полу и вот здесь вот немножко как бы уже подгнивал воняло такой гнилью я решила его сорвать не знаю созрел или не созрел будем сегодня за обедом его пробовать надеюсь он созрел вот наши помидорчики которые мы покупали немножко осталось переработать так основная масса уже переработана вот столько у нас здесь наши помидоры посмотрите сколько мы закрыли полностью висит это все с нашего огородика это огурцы прошлогодние тоже с нашего огорода вот этот еще у нас икра стоит из синеньких которую мы снимали в общем нормально закрывачки очень много в этом году сегодня опять у нас жара жарко так сильно солнышко светит хочу вам поснимать что мы тут на выращивали уже кушаем а виноградик вот так мы его обрываем надеюсь видно сейчас солнце мне все засвечивает вот так вот мы обрываем половину кушаем половину дозревает он так не очень хороший не очень красивый но зато вкусный когда сильно спел и он достаточно вкусный видите еще не совсем он созрел пусть висит дозревает я его подкормила калий магний его правда надо подкармливать калий фосфор но у меня не оказалось он оказался только калий магний поэтому что есть тем и кормлю также мы постирали еще пару ковров таких вот это мамину комнату положим это с моей комнаты тоже мы постирали его вот готовимся на зиму что было все чистенько дальше что у нас здесь такая розочка расцвела красотка глория такой у нас кабачок но все пустоцветы ни одного кабачка мы тут не нашли все в пустоцветах к сожалению такой огромный куст ничего не дает огурчики свои снимали тоже они немножко дают но что-то там дают нам на салатик пойдет о гляди какой хороший большой такой вырос помидорчики тут у нас тоже дозревают вот санька висит вот такая вот нормально помидорчиков много собрали я думаю нам уже хватит так уже чисто на салаты поставалась вот такой красивый перец шикарнейший тоже мы его срываем и в закрывачку добавляем но такого одного хватает ну один-два хватает на ну там на большие порции в банку мы закрываем делаем чтобы было закрывать к наша слегка острова то я экономим таким образом вот кустик тоже вот кустик потому что сейчас перед 100 100 гривен килограмм стоит очень дорого вот так дальше как эти синенькие продолжают давать урожай бурячок тоже хороший его будет очень много в этом году гляньте какой красавец стоит один в один и здесь тоже ни в одном году такой большой у нас не вырастал не успевал просто дозревать в этом году будет шикарный буряк ну как будем выкапывать мы вам тоже покажем посмотрите сколько у нас будет урожая морковка тоже хорошая вроде бы вот еще один колончик вырос вот вот это я сегодня их попереворачивала потому что вот эти желтые пятна не начинают как будто бы гнить и такой запах неприятный я его перевернула подсушить вот каунчик тоже очень много перца ну как много так да даже уже гниет на кусту надо его сорвать не нужен вот тоже печется от солнца и надо уже его срывать будем может сегодня его срывать весь получается этот ряд у нас огонек этот ряд скорее всего калифорнийское чудо это сейчас той стороны покажу будет вот это типа белая зеркало мы его не садили но он тоже видите какой-то такой красный интересный перец что это за перец вообще не понимаем так сейчас той стороны покажу там красивее у нас перчики висят вот такой красавец вот какой красивый уродился какие-то маленькие вот хорошенький перчик шикарный вот тоже в общем за их будем снимать на днях из грядки я тоже вам покажу сколько получилось тут еще один каунчик подрастает и вот здесь на этом месте я сорвала тот что вы уже видели но малинка как малинка сохнет посохла половину попортилась на следующий год будем ее пересаживать пусть уже тут растет выживает как как-то также здесь смородинка вроде себя тоже хорошо чувствует но болеет на дает уже прыскать видите какие-то такие вот пятна не знаю что такое но я думаю это какая-то болячка вот сливка компостная яма мы ее тут заполняем потихоньку видите я шкурки и яблоки и лук и я сверху засыпаю котячим этот песок который они пользуют все это перегнивает так хорошо падает 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 мы постоянно набираем полную потом неделя может меньше она так раз сразу осаживается так что хорошо я еще потом так встаю топчусь по этой кучке недостаточно так хорошо все перегнивает ветки палки мы еще не попиляли как аллергия пройдет сядем и попиляем сейчас я стараюсь не выходить на улицу столько уже бурьяна наросло был дождь вот гляньте везде бурьян небольшой такой нет нетрагично как говорится не критично все круче так и занятбаны пока я болею но такое все сейчас ничего я наверстаю упущенное будет все тут чистенько вот там клубничка 5 усики дает тоже травы куча наросло вот эти орехи я уже стопудово буду убирать гляньте какие они огромные просто деревья нафига мне такое надо я думала что будут какие-то небольшие кусты или как-то можно будет их удерживать в каком-то таком небольшом где деревце но это просто разрастается это жесть я не хочу такое я это буду убирать осенью я это все выкопаю цветы шикарно порасцветали калачики такие шикарные вот один розовенький вырос жирненький такой хорошим так все тут нравится буду опять забирать их на зиму их конечно не хотела забирать не хочется мне за ними следить вот но заберу потому что они очень красиво смотрятся можно их в следующем году сюда же и посадить они так украшают прям такое красивое яркое пятно георгинчики продолжают давать цвет вот получается только вот эти круглые цветут а вот эти по засыхали уже их надо тоже обрывать вот они которые звездочкой росли уже надо обрывать чтобы они пускали новые вон они бутончики там есть у нее новые вот вот бутончик она будет быстрее так раз цвета час это тоже отловлю все и нормально будет роза я ее же закручиваю потихоньку тут уже пускаю в нужное русло эту веточку сюда пущу эту веточку я хочу сюда опустить вообще будет красота белая роза тоже уже отцвела виноградик все по-прежнему такие цветы которые тут сидели ночная красавица их выдрала мне не не нравится попадали после дождя вырвала психанула как говорится эти мои любимые цветы они уже отцвели я уже жду от них вот такие вот такие вот корзиночки и там семена и потом пособираю и будут на следующий год семена солнца нету в портулак опять закрыть все никак не могу вам заснять какой он красивый когда цветет на цветет он когда солнце хотя сегодня солнце он почему-то он не цветет такая розочка я зайду поближе покажу такая вот розочка у нас тоже нет нет времени на нее ну как нет времени времени дофига здоровья нет на нее это все чистит тут стоять в аллергии надо все так обдирать и убирать жду дождей чтобы не было легче вот сколько портулака выросла просто целый лес все засеяла туда же есть где-то беленький чисто чисто белый цветочек вчера было солнышко она все это дело расцветала хотя сегодня тоже солнце почему-то вот так вот сегодня она закрыта вот так будут я вам покажу это очень-очень красиво тут красная розочка вот подстригла как она называется ну как она называется это лаванда ой тронула она прям так пахнет подстрела его на намного деток пускает сейчас и снизу распушается потому что там тоже плети такие были мне не нравится вот детка от папоротников а вот вот это где папоротник дал детку то есть мы ее будем дальше вдоль забора садить так все там тоже папоротники это не странные сухие решу этот цвет уже этот цвет гляньте какой красивый мужик правда это цвет папоротника она как листики только очень плотная гляньте какая красота я надеюсь этот цвет лишу это такое напишите в комментариях что это такое кто знает это так цветет папоротник из такой поверье кто увидит как цветет папоротник будет очень счастливым так шо мы с вами будем счастливы и потому что мы видели как цветет папоротник и тут также посмотрите какие штуки прикольные вообще да этот цвет она тяжелая такое класс потому что листики они более таки видите они закрученные и более нежные а это такие более группы этот цвет папоротника посмотрите круто вау вот это да так что загадывайте желание кто не видел как цветет папоротник вот так вот он цветет класс и так настал момент истины начинаем резать наш каунчик сейчас мы глянем поспел или не поспел ну неплохо неплохо давай интересно сладкий он или нет но плохо режется он не лопается значит он еще еще ему немножко бы полежать хотя хвостик был уже созревший ну вот он почти почти да еще немножечко чем уже недельку-две и она была бы готова ты спешишь ну да чтобы ничего не пропало сейчас заценим по вкусу да я уж не могу терпеть обалдеть вот этот арбуз очень сладкий спелый несмотря на то что он немножко такой розоватого цвета он еще не совсем поспел но сладкий что значит свой да обалдеть вообще будем наслаждаться ну что мы будем наслаждаться своим каунчиком свежевыращенным без гемео без всяких там вредных веществ вот кто смотрел это видео спасибо вам всем ставьте лайки до новых встреч пока пока